В сегодняшнем выпуске место встречи Иерусалим. Высказывание сенатора Чака Шумера об Израиле, а также комментарии бывшего посла США в Израиле Дэвида Фридмана. Бенемин Нетаньяху пообещал противостоять международному давлению в вопросе наступления на Рафах, а журналистка и подкастер Керлайн Глик предоставила политический анализ, а также семена жизни на месте музыкального фестиваля «Нова». Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске место встречи Иерусалим. Вы смотрите программу место встречи Иерусалим, я ее ведущий Крис Митчелл. Израильское правительство отреагировало на беспрецедентный призыв лидера большинства в Сенате Чака Шумера провести новые выборы, чтобы израильтяне могли сменить коалиционное правительство премьер-министра Израиля Бенемина Нетаньяху. Его комментарии прозвучали в разгар самого тяжелого кризиса, с каким еврейский народ сталкивался со времен Холокоста. В четверг лидер большинства Чак Шумер с трибуны Сената заявил, что Бенемин Нетаньяху сбился с пути и призвал к смене израильского правительства. Поставив свои политические интересы над интересами жителей Израиля, коалиция Нетаньяху перестала соответствовать потребностям Израиля после 7 октября. С тех пор мир сильно изменился. Речь Шумера прозвучала в тот момент, когда все больше демократов призывают администрацию Байдена усилить общественное давление на Израиль, чтобы он прекратил войну с Хамасом. Шумер обвиняет коалицию Нетаньяху в том, что она состоит из ультраправых экстремистов, которые слишком охотно мирятся с последствиями войны для мирных жителей Газы. Израиль не сможет выжить, если станет изгоем. В ответ на это Нетаньяху заявил следующее. Израиль ожидает, что Шумер воздержится от подрыва израильского правительства. Посол Израиля в США Майкл Герцог написал в своем профиле ИКС «Израиль – суверенная демократия. Комментировать политическую сцену демократического союзника нецелесообразно, тем более, что Израиль ведет экзистенциальную войну против террор организации Хамас». Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил «Мы независимое государство, а не банановая республика». Лидер израильской оппозиции Ейер Лапид критиковал Нетаньяху, назвав речь Шумера доказательством того, что Израиль одного за другим теряет своих крупнейших сторонников в США. Многих удивило выступление Шумера, поскольку в прошлом он поддерживал Нетаньяху. В 2015 году он был одним из немногих демократов, проголосовавших против иранской сделки президента Обамы и не выступал с критикой речи Нетаньяху по этому поводу в Конгрессе. А спустя несколько минут лидеры республиканцев в Конгрессе раскритиковали комментарии Шумера. Американскому лидеру не подобает сеять раздор в израильской политике, в то время как наш ближайший союзник в регионе ведет экзистенциальную борьбу, борьбу за выживание. Еврейское государство заслуживает союзника, который будет вести себя как союзник. Израиль не колония Америки, и его лидеры не обязаны служить правящей партией в Вашингтоне. Сенатор Линдси Грэм назвал это сокрушительным провалом и ответил Шумеру, «Мой друг, вы причинили много вреда, и вам нужно это исправить». Сенатор-демократ Бен Кардин высказался более деликатно, как друзья и союзники, мы должны поддержать израильский народ в его стремлениях к формированию собственной судьбы и определению курса послевоенного государства. В то же время военная кампания по разгрому Хамаса зависит от того, войдет ли Израиль в Рафах, последний оплот террористической группировки в Газе. Несмотря на огромное давление со стороны США и других стран, Нитаньяху обещает, что Израиль достигнет своих целей. Я продолжу отражать давление, мы войдем в Рафах, мы завершим уничтожение оставшихся батальонов Хамаса, восстановим безопасность и принесем абсолютную победу народу Израиля и государству Израиль. Подрыв израильского правительства. Именно так премьер-министр Бенемин Нитаньяху назвал заявление лидера большинства в Сенате Чака Шумера после того, как тот призвал к смене руководства в Израиле. Бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман поделился своими соображениями относительно этого заявления с президентом Сибиен Гордоном Робертсоном в эфире передачи «Клуб 700». Я считаю, что это был очень мрачный день. Я бы даже сказал, один из самых мрачных дней в истории отношений между США и Израилем. Шумер нанес Израилю огромный ущерб. Бенемин Нитаньяху политическая фигура, и в один прекрасный день выборы все равно состоятся. Возможно, он выиграет, возможно, проиграет, а может, вообще не будет баллотироваться. Но это все будет потом, сейчас. Народ Израиля поддерживает Бенемин и Нитаньяху, потому что в военный период им нужен их лидер. И Шумер это знает. Но он все равно попытался разделить Израиль в момент экзистенциальной борьбы, когда государство находится на пороге окончательной победы над Хамасом. В этом я согласен с Линдси Грэмом. Шумер нанес огромный ущерб. И самое удивительное то, что они хотят остановить войну прямо сейчас. Им нужно соглашение по заложникам. Но слова Шумера резко снижают вероятность достижения этих целей. Хамас видит, что Америка отдаляется от Израиля, и у Хамаса нет причин идти на компромисс. Они думают, что выиграют эту войну. И речь Шумера может сильно осложнить ситуацию на Ближнем Востоке. Моя главная претензия к его заявлению звучит следующим образом. Представьте террориста, который находится по ту сторону где-то в туннеле. В этот момент он может подумать что-то вроде «Все, что мне нужно теперь, это ждать. Теперь нужно просто набраться терпения, и я выиграю». Да, именно. Знаете, Шумер сказал, что если Израиль не последует военным директивам Америки, то США бросит Израиль. Америка использует свою казну, свои деньги и оружие как рычаги давления. Она может ограничить поставки до тех пор, пока Израиль не подчинится воле США. Да, ведь именно об этом и говорит Шумер. А это как музыка для ушей Хамаса. И это звучит просто ужасно, потому что если Хамас не будет уничтожен, если Хамас переживет эту войну, даже если останется всего пара батальонов, то это станет шаблоном поведения для террористов по всему миру. Они станут вершить насилие, захватывать заложников, а затем будут шантажировать США, пока те не прогнутся под их требования. Вчера, в разгар войны, Соединенные Штаты выделили Ирану еще 10 миллиардов долларов. Мы финансируем Иран огромными суммами. Вы знаете, эта политика сводит с ума. Хотел бы я, чтобы мы смогли как-то повлиять на сложившуюся ситуацию. Мне кажется, у этой истории есть некая закономерность. Сначала вспышки террор-атак, а потом вдруг все говорят о мире, а Израиль принуждают к мирному урегулированию через переговоры. Кажется, что это просто награда за терроризм. Не просто к мирным переговорам. Израилю навязывают палестинское государство в одностороннем порядке. Можете ли вы представить, что 80% палестинцев в Иудее и Самарии праздновали теракты 7 октября? Не просто поддерживали их, а праздновали. А теперь мы предоставим этим людям платформу для продолжения их кампании по уничтожению Израиля. Такое чувство, что все перевернулось с ног на голову. И еще один момент, который, как мне кажется, нужно прояснить. Нетаньяху действительно пользуется поддержкой израильского народа как военный лидер. Независимо от того, нравится он им как политик или нет, Нетаньяху это не ослабит. Это ослабит Америку. На самом деле, заявление Шумера даст эффект прямо противоположный тому, чего он пытался добиться. Я иногда сравниваю Нетаньяху с Уинстоном Черчиллем. Он был премьер-министром в военное время. За него же голосовали и после войны. Так что, знаете, посмотрим, что будет. Не стану делать никаких прогнозов. Вы только что сказали о 80%. Думаю, зрителям было бы интересно услышать об этом. Я процитирую Палестинский центр политических исследований. Они опубликовали опрос 13 декабря 2023 года. Я слышал, что Палестинский центр на самом деле не подтасовывает данные. Они не выдумывают цифры, как Министерство здравоохранения в Газе. Опрос говорит о 52% жителей Газы и 85% респондентов на Западном берегу. Таким образом, 72% палестинцев в целом одобряют действия Хамаса и вторжение его в Израиль 7 октября. Как вы думаете, нынешняя администрация знает о том, что они на самом деле поддерживали вторжение 7 октября и хотят, чтобы их возглавил Хамас? Думаю, они знают, но не думаю, что их это волнует. Я думаю, их больше волнуют 100 тысяч избирателей в городе Дирборн, штат Мичиган, или, может быть, в Миннесоте или в другом штате, где подобный резонанс может повлиять на исход выборов. Вот и все, что их волнует. Речь идет вовсе не о том, чтобы добиться правильного исхода в Израиле. И когда я говорю «правильный исход», я имею в виду, что Хамас должен быть повержен. Если не победить Хамас, то они вернутся. Они уже заявили, что вернутся и будут резать евреев. О восстановлении и послевоенных планах мы сможем поговорить уже после. Но Хамас просто необходимо уничтожить. Байден и Шумер говорят не об этом. Они ищут способ пройти сквозь игольное ушко. С одной стороны, они заявляют, что любят Израиль, и, возможно, это успокоит демократических еврейских избирателей, которые поддерживают Израиль. С другой стороны, они хотят ограничить ресурсы для Нетаньяху. И это как-то умиротворит крайне левых и повлияет на палестинские арабские общины по всей стране. Их не так много, но в некоторых штатах они имеют реальное влияние. Так что они пытаются играть в эту двойную игру. Мне кажется, что в этих выборах у Трампа есть шансы на победу. Но до выборов еще 9 месяцев. То, что Шумер и Байден прямо сейчас делают, это политика. Им нет никакого дела до исхода войны в Израиле. Сейчас их заботит совсем другое. Вас не удивило, что это сделал именно Шумер? Я был разочарован. Я вырос в Нью-Йорке и знаю Шумера очень давно. Я всегда считал его сильным политиком. Знаете, говорят, что самое опасное место в мире между Чаком Шумером и его камерой. Так что я всегда знал, что для него означала политика. Но я не знал, что он зайдет так далеко. Я имел в виду подрывать правительство Израиля в военное время, в момент борьбы израильтян за выживание. Это черное пятно в отношениях между Сенатом Соединенных Штатов и государством Израиль. И он также говорит от лица Байдена. Он согласовал эту речь с Байденом перед тем, как произнести ее. Так что я сильно разочарован и обеспокоен. Думаю, в конечном итоге ему придется заплатить за свои слова определенную цену. Люди в конечном итоге отвергнут то, что он сделал. Не думай, что история будет благосклонна к Чаку Шумеру. Далее в программе. Разрыв между США и Израилем усиливается из-за попыток США ограничить Израиль в войне с Хамасом. Политический анализ израильско-американской журналистки Киролайн Глик можно увидеть в ведущих газетах и журналах по всему миру. Недавно она рассказала о попытках представителей американского правительства создать нарратив о том, что правительство Нетаньяху вот-вот падет. Мы с Киролайн поговорили о последних событиях. Киролайн, рад видеть вас в студии. Между администрацией Байдена в США и правительством Нетаньяху в Израиле сейчас не все так гладко. Как бы вы описали состояние американо-израильских отношений на данный момент? Несколько недель назад Центр американских политических исследований провел опрос. Согласно опросу Харрис Пол, 82% американцев поддерживают Израиль, а 18% американцев поддерживают Хамас, что настораживает само по себе. Но 82% американцев поддерживают Израиль. К сожалению, в последнее время администрация Байдена оказывает все меньше подобной поддержки, что идет врозь с мнением общественности в США. В последние несколько недель мы видим, как администрация Байдена пытается просто закончить эту войну, особенно в последние несколько дней. Но, по-моему, это сказал Джордж Оруэлл. Самый быстрый способ закончить войну – это проиграть ее. Именно этого они хотят добиться от Израиля. Они хотят, чтобы эта война закончилась прямо сейчас. Хотя Израилю много чего еще нужно сделать. Мы сейчас в самом разгаре войны. На этой неделе в моем подкасте участвовал глава Центра городских войн из Военной академии США, профессор Джон Спенсер. Он полковник Вооруженных сил США. Он сказал, что действия Израиля в этой войне являются беспрецедентными как с точки зрения минимализации потерь среди гражданского населения, так и с точки зрения сложности боевой обстановки. Об этом же на днях говорил генерал Петреус о незнакомой ситуации. Ни одна армия в мире, ни американские военные в Ираке или Афганистане нигде никогда не воевали в таких условиях, в которых воюет Израиль. И наши достижения впечатляют. Это долгий процесс перед нами – 450 миль подземной инфраструктуры Хамаса, и мы уже нашли способ вести боевые действия в туннелях, что до сих пор не удавалось ни одной армии. И вот администрация Байдена говорит, нет, шоу окончено. Да, вы отвоевали большую часть газы, чем мы отвоевали в Масуле за четверть того же времени. Но теперь мы решили, что вы проиграете, и теперь вы должны уйти. Это большая проблема. Более того, на этой неделе в своем подкасте вы сообщали о некой статье в Нью-Йорк Магазин. О чем была эта статья и почему вас это тревожит? Удивительно, но несколько дней назад администрация Байдена начала действовать через Камалу Харрис. Вице-президент Камала Харрис заявила, что есть разница между правительством Нетаньяху и народом Израиля, хотя, как известно, народ Израиля демократически избрал правительство Нетаньяху и не только разделяет его военные цели, но и хотел бы достичь более широких целей, чем военное и политическое поражение Хамаса и возвращение всех заложников домой. Многие считают, что мы должны аннексировать значительную территорию Газы, хотя это не входит в цели войны. Но они пытаются провести разделение. Сначала Камала Харрис, а затем президент Байден сказал нечто очень похожее, будто в отличие от президента США, премьер-министра Нетаньяху не беспокоят нужды Израиля. А затем в газете Нью-Йорк Магазин вышла статья, в которой сказано, что высокопоставленные чиновники правительства США общались с израильским экспертом о том, как свергнуть правительство Израиля. То есть они пытаются выяснить, как это сделать. Об этом сообщали Уолл-стрит-джорнал и Нью-Йорк Таймс. Это выглядит как очень хорошо спланированная утечка, как сигнал, что все американские разведывательные службы пришли к выводу, что, вероятно, правительство Нетаньяху будет очень скоро свергнуто. Чтобы понять это, не нужно быть политическим экспертом. Просто не верится, что они хотят свергнуть правительство ближайшего союзника на Ближнем Востоке в разгар экзистенциальной войны. И они хотят закончить войну прямо сейчас, невзирая на то, что при нынешних обстоятельствах это будет означать победу Хамаса, террористической организации, которая входит в иранскую ось. Возможно, администрация Байдена хочет поскорее закончить войну, потому что в их интересы входит создание двунационального государства. Существует ли такой сценарий? Отчасти. Я имею в виду, да, именно этого они и добиваются. Они хотят полной победы палестинцев в этой войне, даже учитывая то, что подавляющее большинство, а именно три четверти палестинцев, поддерживают резню вторжения и резню израильтян, изнасилования израильтянок, которые палестинцы устроили 7 октября. Три четверти палестинцев считают, что 7 октября 2023 года стало самым потрясающим и важным днем в их жизни, как палестинцев. Это просто к сведению. Так вот, американское правительство, администрация Байдена, считают, что после той экзистенциальной угрозы, с которой мы столкнулись 7 октября, теперь нужно отдать наше государство тем самым людям, которые поддерживают геноцид. И это государство находится не где-то в пригороде Вашингтона, оно здесь, в Иерусалиме. Они хотят создать палестинское государство по всей колыбели еврейской цивилизации, в Иерусалиме, Иудее, Самарее и в Газии. Вот чего они хотят. Это самая большая плата за джихад в мировой истории. Они хотят отдать им землю Израиля в обмен на убийство 1200 израильских евреев и захват 246 заложников. И администрация Байдена хочет повесить всю ответственность непосредственно на премьер-министра Нетаньяху, как будто Нетаньяху какой-то пришелец с Марса, а не демократически избранный премьер-министр Израиля. Поэтому я думаю, что Конгресс должен ко всему этому отнестись ответственно. Если мы не добьемся тех военных целей, к которым стремимся, тогда наши дни сочтены. Все, Хамас лишь одна из многих организаций, которые воюют против нас благодаря поддержке Ирана. Сегодня иранская прокси Хизбалла выпустила по Израилю более ста ракет с территории Ливана. Мы на пороге катастрофы. Если Израиль не добьется полной победы и не уничтожит Хамас в Газе, то мы получим массовую агрессию от Хизбаллы с севера, от иранских боевиков на востоке, в Ираке и в Сирии. И даже в Иордании они хотят войти с восточной границы. Если мы не добьемся победы, то навлечем на себя еще более масштабное нападение, чем то, что мы видели 7 октября. А ведь тогда мы будто заново пережили Холокост. Скажите, где люди могут послушать ваш подкаст? Как слушателям найти ваше шоу в сети? Ну, вы знаете, что я всегда рада принять участие в ваших передачах, но вы также можете послушать мой подкаст-шоу «Кэролайн Глик», который в военное время выходит 3 раза в неделю. Также я работаю старшим редактором GNS, а на моем сайте carolineglek.com зрители могут ознакомиться со всеми моими материалами. Огромное спасибо, Кэролайн. Спасибо. Храни вас, Господь. Далее в программе. Праздник новой жизни, как послание миру перед лицом жестокости джихадистов. Каждый день десятки, если не сотни людей посещают мемориал музыкального фестиваля «Нова». Это был один из самых страшных инцидентов во время нападения Хамаса 7 октября. Теперь люди называют это место «туром скорби». Репортаж корреспондента новостей Сибен на Ближнем Востоке Джули Стал. Это место находится в прекрасном парке в трех милях от Газы. В память о жертвах 7 октября здесь установлены плакаты, разбиты небольшие сады и мемориалы. Просто представьте, более трех тысяч человек танцевали здесь, пытаясь отвлечься от всех ужасов жизни, а затем внезапно им напомнили о том, насколько ужасно все может обернуться. Они просто хотели отдохнуть. Мы и представить себе не могли, что произойдет дальше. Натали Санан-Даджи приехала из Нью-Йорка, чтобы провести отпуск на фестивале «Нова». Я танцевала среди этих людей. Я была здесь с ними, стояла совсем рядом. К несчастью, многим из них повезло меньше, и они не смогли выбраться. С тех пор она возвращалась дважды, а недавно поделилась своей историей с Майком Помпео и его женой. Когда рано утром начались ракетные обстрелы, друг посоветовал Натали сохранять спокойствие. А теперь попробуйте представить любой другой фестиваль, где внезапно у людей над головами начинают сбивать ракеты, а они так спокойно реагируют. Такого просто не может быть. Но, к сожалению, для израильтян это их реальность. Натали удалось спастись, но террористы убили там более 360 человек, а еще 40 взяли в заложники. Я пришел, чтобы поддержать солдат, выразить соболезнования людям, которые потеряли своих близких, и дать надежду тем, кто надеется, что их семьи вернутся. Стейси Сокол из синагоги Бет Якоб приехал из Беверли-Хиллс в Израиль с трехдневной миссией. Все совсем не так, как обычно рассказывают. Вы не понимаете, что здесь происходило. Террористы Хамаса были повсюду. Они сеяли хаос и убивали людей. Представитель полиции Дин Эльсдон утверждает, что на опознание всех тел ушли недели. Слово «монстры» было бы комплиментом для террористов. До своего назначения я занимался борьбой с терроризмом и много раз встречался с Хамасом лицом к лицу. Но сейчас вы видите, что может произойти, если мы не будем сдерживать террористов ежедневно. Вот что будет. Недавно израильская служба лесного хозяйства организовала посадку деревьев в знак памяти о погибших. Деревья символизируют, что государство Израиль останется здесь надолго. Это наше видение. И вот, несмотря на те ужасные злодеяния, которые здесь совершил Хамас, мы решили праздновать жизнь. И мы гордо заявляем, вам никогда не сломить наш дух. Мы продолжим сеть жизнь здесь, в Израиле. Джулис Талл, новости Сибиэн, Парк Рейм, место проведения музыкального фестиваля НОВА, Южный Израиль. Далее в программе. Покаяние и молитва перед небесами на мемориале музыкального фестиваля НОВА. Недавно на месте проведения музыкального фестиваля НОВА побывали представители латиноамериканской коалиции за Израиль. Они не только осмотрели место проведения фестиваля, но и вознесли молитвы покаяния от имени США. Прости нас, Боже, за финансирование Бапор, за финансирование палестинских властей. Прости нас, Господи, за то, что мы снова нарушили акт Тейлора Форса. Отче, прости нас за то, что мы финансируем палестинцев, чтобы они платили террористам за убийство невинных евреев. Отец, кровь, пролитая на этой земле, на наших руках, Боже, мы, наши отцы и наш народ согрешили против Тебя, Отче. Мы заслуживаем суда, но посреди суда вспомни о милосердии, Господи. Сегодня мы взываем к Богу Израиля. Смилуйся над нашим народом. Отец, мы молимся о духе покаяния и убеждения для нашего руководства за обе партии, демократов и республиканцев, чтобы мы осознали, Отче, что из-за нашей неудачной политики невинных людей убивали и подвергали пыткам, а некоторые до сих пор находятся в заложниках. Мы просим Тебя, Боже, прости нас как нацию. Господи, не только за то, что произошло за последнюю неделю или за последние шесть месяцев, за последние три года, но за то, Господи, что произошло за последние несколько десятилетий, за то, что мы подталкивали Израиль к компромиссу и убеждали отказаться от земли, данной Тобой. «Если сражаешься с врагом на собственной земле, то перед сражением громко протруби, тогда Господь, Бог Твой, услышит Тебя и спасет от врагов». Аминь. На этом сегодняшний выпуск подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Не забывайте, что вы можете подписаться на наши обновления в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через наши приложения. Продолжайте молиться за Израиль, за солдат Сахала и освобождение всех заложников. Я Крис Митчелл. До встречи в следующем выпуске «Место встречи Иерусалим». Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media организацией «Уикенд». «Место встречи Иерусалим» — это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли. Субтитры создавал DimaTorzok